Всем привет! Попросили рассказать про лямбды в Java. И поскольку тема важная, я решил сделать видео и все объяснить. Что такое лямбды? То есть лямбда выражения, лямбда функции. Я начну немного издалека, для того чтобы объяснить общий контекст. Если говорить о так называемых парадигмах программирования, то все программирование делят на функциональное и императивное. Как себе это представить? Вот в обычных языках, таких как Java, у нас объектно-ориентированное программирование, и все крутится вокруг объектов. Объекты у нас граждане первого сорта, но если говорить о методах, то методы наоборот, методы находятся в рабстве. Метод обязан принадлежать какому-то объекту, сам по себе в Java он существовать не может. То есть Java это такая крайняя стадия объектно-ориентированного программирования. И часто такое называют как Kingdom of Nouns, то есть царство существительных. То есть объекты, сущности, существительные главные, а действия, то есть методы, они значит второстепенные. А функциональное программирование наоборот. Это функции у нас граждане первого сорта. Вся программа строится из функций. То есть программа это функция, которая внутри вызывает другие функции, которая внутри вызывает снова другие функции. А переменных в привычном нам виде нет, потому что там все и мутабельное. То есть есть только аргументы функции и результат, который функция возвращает. Функции чистые, то есть никакого состояния они не меняют внутри. То есть есть два стиля программирования, которые в чем-то противоположны друг другу. Но раз они существуют, значит есть определенная выгода и от того подхода, и от этого подхода. Ну и программисты, как люди прагматичные, решили взять все самое лучшее из этих двух парадигм программирования и объединить это. И теперь у нас большинство современных языков одновременно поддерживают и традиционное императивное программирование, в частности объектно-ориентированное, и также и функциональное, некоторые элементы, по крайней мере, функционального программирования. И вот появление лямбд в восьмой джаве, это как раз внедрение элементов функционального программирования в джава. Это очень важное нововведение, и многие считают, что появление лямбд не менее революционно для джавы, как в свое время было появление дженериков. В принципе тема несложная, как обычно все продемонстрирую на примерах. И давайте рассмотрим первый пример. Вот у меня есть какое-то окно, в нем есть кнопка. Если это запустить, выглядит это так, вот просто огромная кнопка на весь экран, и ее можно нажимать. Так вот получается так, что когда мы программируем, в некоторых случаях мы передаем какие-то данные, переменные, функции, а иногда нам нужно передать не данные, а передать действия, передать что именно делать. Вот есть кнопка, мы ее можем нажать, и нам нужно для нее задать обработчик, что будет происходить, когда кнопка нажимается. То есть вот важный момент, разговор о лямбдах начинается тогда, когда нам нужно передать не данные, а действия, какой-то код. Ну и как это сделать? В принципе это делается ровно так же, как и в любых других интерфейсах, так же как в андроиде. Ну короче говоря, везде это одинаково выглядит. Мы задаем для кнопки, Button Add Action Listener, New Action Listener. Ну и давайте какое-то действие, что будет происходить, когда кнопка нажимается. Я здесь задаю Show Message Dialog, то есть показывается диалог, и здесь появляется надпись, что кнопка нажата. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот я нажимаю на кнопку, и производится то действие, которое я указал. Вот. Давайте разберемся, что здесь происходит, каким образом это работает. Есть функция Add Action Listener. Если мы в нее перейдем, мы увидим, что она принимает в качестве параметра некий Action Listener. Что это такое? Это интерфейс, у которого есть только один метод. Он Action Performed, и в качестве параметра этот метод получает Action Event. То есть собственно, какое событие произошло. Потому что события могут быть разные, там клики разными кнопками, мышки там и так далее. То есть нам нужно передать функцию вот этот вот интерфейс Action Listener. Его здесь ожидает. И мы здесь создаем новый анонимный класс, который реализует интерфейс Action Listener. Создаем новый экземпляр этого анонимного класса, у которого функция Action Performed реализована вот таким вот образом. И передаем этот новый объект функцию Add Action Listener. То есть происходит куча работы. Создается анонимный класс, экземпляр этого класса тут же на месте. И все это таким образом работает. И выглядит это достаточно громоздко. Ну и для того, чтобы не приходилось каждый раз вот столько писать, чтобы это все стало более меняемо, для таких вещей сделали специальный синтаксис. И мне здесь подсвечивает IDE Replace with Lambda. Я сейчас нажму, и мы получим все то же самое, что и было до этого, но записанное в более короткой форме. То есть если вы хотите понять, что такое Lambda в Java, вы можете думать об этом, о Lambda просто как о более краткой записи для вот такой вот штуки. То есть для создания экземпляра анонимного класса. Вы при этом сильно не ошибетесь. Значит из чего состоит Lambda? Здесь в левой части пишутся параметры, в правой части само тело, что выполнять. Если тут выполнить нужно всего одну строчку, то не нужно ничего. Если несколько строчек, то соответственно здесь можно сделать блок. Вот так, точка с запятой. Тип параметров функции не нужно указывать, потому что Java прекрасно знает, что здесь должен быть ActionListener, и какого типа у него параметр тоже указано. То есть Java самостоятельно может эту информацию найти, поэтому ничего не нужно указывать в данном случае. Хотя на самом деле можно здесь было бы указать вот так. Вот ActionEvent. ActionEvent. То есть полная форма выглядит вот так. Мы можем указать тип, если несколько параметров будет, мы их тут через запятую должны перечислить. И соответственно в теле Lambda мы можем эти параметры использовать. Делать какие-то методы вызывать. Ну понятно. То есть то же самое, как параметр функции. То же самое поведение. Lambda могут захватывать переменные из внешнего контекста. Здесь правила точно такие же, как и для обычных анонимных классов. Вот я сейчас вернул все в исходное состояние. То есть если у нас есть какая-то переменная, то мы можем на нее сослаться. Вот так, например. И здесь все будет работать. То есть я сейчас запущу. Ну вот. Preset 10. Вот такая штука, когда Lambda захватывает переменные из внешнего контекста, называется замыкание. В Java есть ограничение, что для анонимных классов, что для Lambda одинаково. Что переменная, если она локальная, то она должна быть final. Ну или просто хотя бы неизменяемая. То есть если я здесь напишу и равно 5, то у меня будет ошибка. И DE мне скажет переменная needs to be final or effectively final. То есть она должна быть объявлена как final или должна просто не меняться. Если я обратно превращу это в Lambda, то, соответственно, ничего не поменяется. То есть правила такие же самые. Но если это не переменная, а поле объекта, обычное или статическое, то тогда все нормально. Это поле можно менять. Например, я здесь могу его использовать, использовать эту переменную. И я могу ее поменять. Предположим, все нормально. То есть здесь никаких проблем нет. Ну и опять же надо понимать, что сама переменная не меняется. Но, например, можно сделать такую штуку. Atomic Integer. И здесь тогда мы можем задать вот так. Тогда в этом случае мы сейчас увидим число 20. То есть вот мы видим preset 20. То есть переменная создана локально. И сама вот эта ссылка не должна меняться. Но ее содержимое меняться может. То есть здесь я не саму переменную Atomic Integer поменял, а ее внутреннее свойство какое-то. И в этом случае меняться может. То есть правило не нарушено, все хорошо. Вот то, что касается самих Lamp и того, как они взаимодействуют с окружающими переменами. Все это работает благодаря такому понятию, как функциональный интерфейс. Что такое функциональный интерфейс? Это интерфейс, в котором нужно реализовать только одну функцию. Например, вот такой вот интерфейс function. Он имеет параметры T1, T2, возвращаемый тип R. Я сейчас дженериком пишу. То есть делаю такой обобщенный интерфейс. И у этого интерфейса один метод apply, который принимает первый аргумент какого-то типа. И второй аргумент тоже какого-то другого типа. Вот так он выглядит. У него может быть такая вот аннотация. Functional interface. Но она не обязана существовать. То есть если мы эту штуку не напишем здесь, то все равно Java посмотрит, что есть интерфейс. У него есть только один метод для реализации. И вот любой интерфейс с такими условиями годится, чтобы его использовать с лямбдами. И как мы тогда это сможем использовать? Мы можем создать такой импровизированный указатель на функцию. Function Integer Integer Integer. То есть мы можем сделать вид, как будто в Java у нас функции это граждане первого сорта и могут как-то независимо существовать. Ну вот прямо как в функциональных языках присвоим сюда функцию. Пусть это будет для начала простое сложение. Вот. То есть мы можем это прочитать, как переменная, в которой лежит функция, принимающая два аргумента и выполняющая их сложение. Хотя мы понимаем, что на самом деле это вот такая штука. Но синтаксис лямбд сильно сокращает это все и позволяет коду иметь вот такой вот функциональный вид. Как это все вызвать? Очень просто. System.out.println. Function.apply. То есть это у нас как бы функция, но мы все равно, чтобы выполнить код, должны у нее вызвать метод. Но вы понимаете. Запущу и посмотрим. Должно получиться 9. Вот 9. Еще одна синтаксическая фича, которая к этому относится тоже, к этой же области, это указатели на метод. Метод reference так называемый. Вот это все можно заменить, как просто ссылка на integer sum. То есть вот это вот читается, как ссылка на метод sum класса integer. То есть если у нас есть подходящий по сигнатуре метод вот в этом вот классе, который мы здесь используем в качестве параметра, то можно просто воспользоваться ссылкой на метод. Если посмотреть сигнатуру метода sum, то мы видим, что он 2 инта принимает в качестве параметра. Ну и у нас тоже вот эти 2 инта функции принимают в качестве параметра. То есть реализация функционального интерфейса может быть заменена ссылкой на функцию с такой же сигнатурой классов аргументов. Вот так это происходит. Давайте посмотрим, для чего все это нужно. Ну а нужно естественно для того, чтобы писать код в функциональном стиле. Пусть есть, предположим, у нас коллекция с клиентами. Имя от суммы на счету и активный или неактивный клиент в данный момент. И мы хотим отнять от суммы каждого единицу. Мы можем это сделать через for. client.setBalance client.getBalance минус 1 Или мы можем это сделать в функциональном стиле clients.forEach client.setBalance client.getBalance минус 1 Давайте подумаем, почему вот такая запись лучше, чем вот такая. Очень многие любят говорить о том, что вот эта вот запись компактнее, потому и лучше. Но я бы не стал называть компактность как основной именно мотив для того, чтобы писать такой код. То есть, только одного того, что вот такая запись занимает меньше строк, чем такая запись, недостаточно для того, чтобы обосновать, вот почему именно так нужно делать. Я вот читаю так, что когда мы смотрим на цикл, мы читаем первую строчку, и мы еще не понимаем, что здесь происходит. То есть, цикл это универсальная вещь. Для того, чтобы понять, что происходит, мы должны посмотреть вторую строку и понять, что происходит здесь. А здесь может быть все, что угодно. Может быть перебор всех элементов, а может быть, например, линейный поиск и выход досрочно с помощью break, может еще что-то. То есть, все что угодно. For это очень универсальная конструкция, которая может выполнять кучу разных функций. А вот ForEach это специализированная конструкция, которая означает применение функции какой-то определенной ко всем, без исключения элементам коллекции. То есть, если я вижу клиент с ForEach, я уже дальше знаю, что произойдет. И семантически вот такая запись более точно описывает, что дальше будет. То есть, в отличие от такого цикла, вот такая запись уже означает однозначно, что будет перебор всех элементов. И с каждым из них будет происходить какое-то действие. А какое действие, смотрим в тело лямбда и видим, что происходит. Но дело не только в улучшении читаемости кода, но еще и в том, что вот такая запись работает быстрее, чем такая. Потому что здесь необходимо создать итератор, пройти по коллекции. А здесь, в такой конструкции, вовсе не обязательно, что здесь тоже будет использоваться итератор. Возможно и скорее всего, так как этот метод имеет доступ к внутренней структуре самой структуры данных, вовсе не обязательно перебирать элементы через итератор. Можно напрямую по этой структуре пройти. То есть, организовать вот такой вот проход с применением функций быстрее, чем вот такой вот итератор. Ну и конечно же, тут надо упомянуть стримы. Куда же без этого? Давайте рассчитаем, какой у нас баланс клиентов. Создадим стрим. Будем учитывать только тех клиентов, у которых баланс больше двух. Для этого нам понадобится функция filter, которая в качестве параметра принимает предикат. У предиката есть только одна функция булевского типа, которая принимает объект какой-то и возвращает либо true, либо false. То есть, как раз идеально подходит для того, чтобы задать условия фильтрации. Ну и предположим, еще какой-нибудь. Пусть нас интересуют только активные. Из active. Опять же, здесь у нас есть метод, сигнатура которого совпадает с методом предиката. Поэтому в качестве вот этой всей лямбды мы можем использовать просто ссылку на метод. Клиент из active. Ну и теперь, для тех элементов, которые прошли фильтр, первый и фильтр, второй, посчитаем, сколько у них на счетах денег. То есть, посчитаем сумму поля сумм для каждого из вот этих вот клиентов, которые прошли вот эти условия. Для этого воспользуемся функцией reduce. Reduce. Начальное значение суммы 0. Теперь, как нам наращивать сумму функции аккумулятор. Client.getBalance. То есть, берем очередного клиента и к текущей сумме прибавляем его баланс. Таким образом, сумма наращивается. Ну и нужна еще одна функция. Эта функция используется, когда мы этот поток обсчитываем параллельно. И предположим, два потока, каждый посчитал свою половину списка. И теперь нужно сумму первого потока объединить с суммой второго. И вот эта функция как раз задает, как в данном случае совмещать два этих значения, которые разными потоками посчитаны. Просто обычное сложение. Все. И теперь просто выведем system.out. println.pay. И получим нашу сумму 29 получилось. То есть, понятно, тут мы как раз говорим о программировании в декларативном стиле. То есть, у нас есть какая-то задача. И мы больше описываем, что именно нужно сделать, а не то, как именно это делать. То есть, говорим фильтровать так, фильтровать так и сложить вот так. То есть, сразу говорим то, что мы хотим получить. А поток уже сам за нас всю работу сделает оптимальным образом. В результате, вот этот вот код в императивном стиле по размеру был бы намного больше. От этого, естественно, читабельность бы не улучшилась. А здесь делается куча работы, но все описание в одном месте. И мы можем сразу видеть, что происходит. Для начинающих, те, кто не знакомы с этим всем, для начала это кажется сложным для восприятия. Но со временем вот такое воспринимается легче, чем если бы это все в циклах было. Так что, друзья, выгода очевидна. Давайте бегло посмотрим еще несколько примеров, для того, чтобы понять, что можно делать с помощью лямбд. Вот с помощью всего этого аппарата. Вот смотрите, что здесь происходит. Есть объект клиент, и я хочу управлять каким-либо его полем. Например, мне нужно куда-то передать. Вот у клиента есть имя. Я хочу это поле куда-то передать, чтобы с ним там что-то сделали. Например, прибавили к нему строку дополнительную и вернули обратно в это же поле. То есть, делегировать кому-то право поменять поле объекта. Что я могу для этого сделать? Я могу создать функцию, в которую передать getter и setter этого поля. То есть, метод reference. Ссылка на метод. И тогда этот метод сможет поменять поле моего объекта, вызвав setter getter. То есть, так сказать, прикол в том, что вот этот метод, он меняет поле объекта, но самого объекта он нигде не имеет. То есть, я самого клиента сюда не передаю. Я передаю только getter и setter соответствующего поля. А чей это getter и setter, объекта какого типа, метод даже и не знает. И ему и не надо знать. То есть, таким образом можно организовывать связывание данных, управление какими-то полями. Вообще, достаточно интересная вещь. Дальше посмотрим. С помощью лямбда можно организовать условное выполнение. Например, я хочу какой-то код выполнить только если переменная не null. То есть, я откуда-то беру переменную, она может быть null, а может быть не null. Для того, чтобы у меня не было null pointer exception, я делаю функцию, которая выполнит код только если переменная не null. Как я это сделаю? Я передам объект, передам, что нужно с этим объектом сделать. И проверю, если он не null, тогда выполнить лямбду, которую мне сюда передали. А если null, то ничего не произойдет. И таким образом, я могу защититься от null, если мне надо. Нул pointer exception здесь не произойдет. Те, кто на Kotlin пишут, могут узнать вот эту мою отсылку. В Kotlin такая штука есть, но там есть extension методы, а здесь в Java нету. Поэтому так красиво не получится. Но тоже можно что-то подобное сделать. Можно наоборот сделать так, чтобы какой-то метод обязательно выполнялся. Например, пусть у меня есть какой-то static-класс VueModel. Представим, что с ним связан какой-то пользовательский интерфейс. Значит, в VueModel есть какие-то данные, которые отображаются на пользовательском интерфейсе. Вот какое-то поле, я его private сделал. И я обеспечу доступ к этому полю только через лямбду. Вот так. Public void. Change. Consumer. ConsumerClient. Consumer очередной функциональный интерфейс, который принимает один параметр и ничего не возвращает. В Java на самом деле есть готовые интерфейсы на все случаи жизни. И самому даже ничего писать не надо часто. Выполняю лямбду. И я хочу, чтобы когда пользователь что-то в клиенте меняет, автоматически привязанные Vue обновлялись. Пусть у нас это делает метод updateSubscribers. Вот такой. Я хочу, чтобы если клиент меняется, этот метод вызывался в любом случае. И пользователь этого кода будет вынужден для того, чтобы получить доступ к полю клиент. Оно же private, поэтому нельзя ему получить доступ никаким другим способом. Кроме как вызвать метод change. Вот я что-то меняю в клиенте. SetName. NewName. То есть, хочешь что-то поменять в данных VueModel, ты можешь это сделать, передав лямбду, что собственно нужно поменять. Но при этом функция updateSubscribers по-любому будет выполнена и логика обновления будет не нарушена. То есть, мы сделаем так, что изменение данных VueModel всегда вызывает обновление интерфейса. Ну и в заключении, пример из реальной жизни. Вот есть приложение, у него есть платный функционал. Для того, чтобы им пользоваться, должен быть куплен определенный пакет, в котором этот функционал находится. И когда пользователь нажимает на кнопку и хочет перейти на определенный функционал, нужно проверить, если эта фича доступна. То есть, пакет куплен и его срок использования не истек, то тогда мы пропускаем пользователя на этот функционал. А если пакет не куплен, тогда показываем ему диалог, что вы должны купить определенный пакет. И таких вот вещей полным-полно по всему приложению. Если каждый раз писать проверку везде, то это много лишнего кода. Хотелось бы один раз написать проверку, куплен ли функционал, показывать этого диалога. И везде, чтобы можно было это использовать. И вот есть такая функция require paid feature, которая как раз отвечает за эту проверку. Если соответствующая фича куплена, то мы выполняем вот эту вот лямбду здесь. А если не куплена, посмотрим сейчас в коде, то показывается диалог о том, что подписка ваша истекла или не работает. Причем проверка, если посмотреть, она нетривиальная. Вот этот код вызывает обращение на сервер, для того, чтобы уточнить, какие же на данный момент конкретные сейчас у мастера куплены пакеты. И уже на основе этого делается вывод, пускать его на соответствующий функционал или нет. То есть это мало того, что проверка много где используется, она еще и занимает достаточно долгое время. Поэтому, когда пользователь нажимает на кнопку, мы запускаем проверку. И по завершении проверки, по ее результатам, выполняем код или не выполняем, если пользователь еще не ушел с этого экрана, где проверка была запущена. Таким образом, можно вот так вот один раз написать проверку, достаточно сложную, с разными условиями, с обращением по сети и так далее. И безопасно ее везде использовать. Не плодить разные проверки в разных частях приложения. И вот, благодаря лямбдам это все прилично выглядит. Вот, в принципе, все по примерам, что я сегодня хотел рассказать. Лямбды в Java добавили уже давным-давно, и те, кто реально работают, уже, естественно, все это знают. И то, что я тут рассказываю, это, конечно, больше рассчитано на новичков. Если после просмотра видео все еще непонятно, можно посмотреть. На других каналах тоже полно-полно контента. Но мне хотелось вот именно в первую очередь показать примеры, пусть даже это будет сложно, но дать вот ощущение того, для чего нужно разбираться в этой теме. Что это не просто очередная какая-то фича, которая появилась и она, может быть, не нужна. А именно вот важная часть языка, которая реально позволит вашу производительность увеличить. То есть, вот ее знание только плюс. Поэтому вот именно так видео построено. Ну и в завершении видео я должен уточнить, что хотя я и рассказал о лямбдах, как просто о более удобном синтаксисе для анонимных классов, все-таки анонимные классы и лямбда это не совсем одно и то же. Дело в том, что когда компилятор видит лямбду, он знает, что это именно не анонимный класс, а анонимная функция. То есть, компилятор понимает разницу и может сгенерировать более оптимальный код. И в некоторых случаях лямбда может компилироваться не в анонимный класс, а просто в метод, надлежащий какому-то объекту, и вызываться более эффективно. Поэтому, когда вы программируете и где-то возможно использовать лямбду, вам IDE всегда подсказывает, что замените это место лямбдой, потому что это не только короче, но также еще и более эффективно. То есть, реализация лямбд и анонимных классов, хоть и похожа внешне, но все-таки не совсем идентичные механизмы. Это надо знать на всякий случай. Ну а на сегодня у меня все. Добавил на канале спонсорство, так что если у кого есть желание поддержать канал материально, можете подключаться, ваши 100 рублей дадут мне возможность больше времени заниматься развитием канала, новым контентом, может когда-нибудь смогу себя посвятить полностью образовательной деятельности на ютубе и делать не по два видео в месяц, а там 4, 6, 8. Может наконец появится время заняться созданием каких-нибудь обучающих курсов или сделать обучающее приложение. Ну а если спонсоров не будет, тоже ничего страшного, канал от этого никуда не пропадет. Я все равно буду продолжать делать видео. Все будет нормально. Желаю всем успехов в работе и учебе. До встречи на канале. Пока!